Бердянск Бердянск перенес самые драматичные мэрские выборы в Украине. Два тура голосования, смены избирательных комиссий и минимальный итоговый отрыв между кандидатами. Сегодня, после 12-летнего перерыва, Валерия Баранова в четвертый раз официально признают мэром Бердянска. Предлагаем за этим понаблюдать. Поехали! Настроен позитивно. Я, по сути, оптимист. Система работы только Ближнего и Сиреноничнего. Вы с Александром Пановаревым встречались. Концовку сессии вы видели все сами. Как-то думал, присяга более прокачает. Это и есть подарок. По ощущениям, это были одни из самых драматичных и нервных выборов вообще в Украине. Но в моей работе юриста эмоций предостаточно. Поэтому для меня это был просто отдельный этап. Ну, да, было неприятно в каких-то моментах. Но мы должны были действовать в рамках законодательства избирательного, обеспечить избирательный процесс. Поэтому эмоции здесь неуместны. Да, были нюансы с отдельными членами комиссии. Это мое личное мнение. Ну, в целом, команда сработала на ура. Выборы закончились наконец-то. Мы очень переживали, чтобы не было третьего тура. Но суд поставил, постановил справедливое решение. И поэтому все довольны. Я думаю, что сейчас эта команда, нынешний состав должен сработать. Ну, должен сработать на благо Вердянска. Прежде всего, брать политические баталии, политические эмоции, любые эмоции. Работать исключительно на конструкции. Вот вспоминания о Вердянской области. Ну, наверное, одни из таких. Ну, насыщенные я. Не то слово. На представе постанови Вердянской міськой территориальной выборчей комиссии Вердянского района Запорівської области скликнет першу сессию Вердянской міськой рады на осенью дня визнати обраний Вердянским міським головою Баранкова Волгиря Олексійовича. Я Баранков Волгиря Олексійовичу говорю, что территориальная гармада Вердянская, обрани міським головою, Гільно представляете своих выборцов, Відстоювати их права и свободы. Відстоювати их права и свободы. Я знаю, что большинство в нашей МИСКОЕЙ РАДИ уже мает свою кандидатуру, и вона угодлена с всеми фракциями. В большинстве это Александр Свядлек, который тут присутствует. Потому что для того, чтобы начать работу, я внесу его кандидатуру и давайте проголосуем. Что-то новенькое, очень ответственно, переживал. Как-то думал, присягу более прокачает, но формат такой сегодня выбрали, ожидался другой формат. Но все-таки присяга есть присяга, очень ответственно. После первых, сколько нас там прошло, там час первой сессии и с обращением городского голова. Валерия Алексеевича уже понятно то, что как бы, я думаю, дружным коллективом, все вместе будем работать. Никто не будет, я надеюсь, перетягивать. Пока это первая сессия, потом у нас еще будет назначение замов, а также отдельных комиссий. Вот там более ясно будет, ясно будет, понятно. Пока просьбы все спокойны, не такие, как на предвыборной гонке. Все уже готовы работать. Более 200 трещий лично я провел. Огромное количество моментов, которые до этого, ну, лично мной, не были вины в силу там особенностей избирательного процесса. Сейчас будем работать, исключительно работать. До избирательной кампании ты обоих кандидатов в мэры, ну, публично чаще критиковал. Да. Во время избирательной ты полностью начал поддерживать Александра Свилла. Это как бы установка команды или там личная симпатия? Мы с ним проводили достаточно количество встреч совместно. Мы с ним схожи в одном. И у него, и у меня на округе можно брать пример, как должен работать депутат, и я этого не скрываю. Поэтому, если мы сделаем на каждой территории, в каждом дворе так, как у нас, то, поверьте, все будет нормально. Подарок мэру какой-то приготовить? Я буду конструктивен. А какой-то... Это и есть подарок. Это и есть подарок. После мэрства, депутатства, это не понижение? Зачем понижение? Я не считаю, что это понижение. Я считаю, что если я был мэром 5 лет и сделал, что-то сделал для города вместе с командой, то я считаю, что и жители, идя на выборы, как депутат городского совета, доверили мне дальше продолжать работать на благо нашего города. Публично были не самые простые отношения с Валерием Барановым. Нормальная работа возможна? Да, конечно. Что будет на благо города, все будет нормальная работа. Только на благо города. С кем бы мы ни работали. Будет это Баранов, будет кто-то другой, мэр или городская голова правильнее будет сказано так. Поэтому будем работать только на благо, на созидание. Кандидатура Александра Свидла, озвученная Валерием Барановым на постсекретаря, удивила или нет? Не удивила. Я думаю, что они практически 50 на 50 выиграли. Валерий Алексеевич немножко выиграл у него на выборах городской головы. Я думаю, это правильно. Я думаю, и Свидла будет. Будем ему помогать, подсказать, что работать надо на благо города, чтобы не было никаких у нас таких ненормальных отношений за городским головой. Надо ему помогать. Ощущение от того, чтобы уже новый статус? Статус запутанного городского совета? Пока, если честно, ощущений никаких нет. Просто наконец-то закончились выборы, и мы можем приступить к работе. А голосование за Александра Петровича Свидла? Вообще, в принципе, кандидатура стала неожиданной? Нет, абсолютно не стала. Как ее воспринимаете? Как будете голосовать? Голосование у нас тайное. Паяпа, судя по своим, оптимист. Я надеюсь на то, что у нас будет действенный горсовет. Думаю, что городская голова будет прислушиваться к мнению городского совета, городской совет будет прислушиваться к мэру. Мы найдем конструктив и будем двигаться в конструктиве. Город, по крайней мере, это ждет. Ну, то есть бойни не будут в горсовете, как многие сейчас предполагают? Я считаю, что мы не должны ее допустить. Не должны. У нас впереди есть задачи, которые надо выполнять. Жизнь сама ставит перед нами эти задачи. И все понимают, что бюджет следующего года будет ниже 15-20%. Все понимают, что нам надо сохранить и укомплектовать коммунальные предприятия, на которых жиждится город. Все понимают, что нам надо поддержать в максимальной степени предпринимателей. Поэтому здесь надо работать и головой больше. Больше головой. Результатами выборов доволен? Нет. Сам прошел. Кандидат, которого поддерживал на должность мэра, прошел. Почему не доволен? Честно? Да. Вещи, да, честно. Ну, конечно, хотелось бы больше независимых депутатов. А у нас проблемы. Дефицит с ними, да? Я хотел бы увидеть больше, ну, реально, представителей громады города Беридянска, в городском совете, независимых. Вот самое главное слово. Сам будешь такой же прямой, как и в прошлых канденцирах? Да, несмотря на то, что и прошел на пост городской головы, человек, которого я поддерживаю. Но, к сожалению, вы сами прекрасно понимаете, что большинство городского совета будет периодически диктовать свою политику. Но я надеюсь, на здравый смысл он должен победить, в принципе. А голосовать за Александра Цвидла на пост секретаря будешь? Там же тайна голосования. Чего вы меня тянете? Ты просто привыкли, что Мартынов человек прямой. Знаете, он мой, в принципе, мой бывший однопартидец. Мы с ним проработали и в городском совете 5 лет, и в управлении жительством мирового хозяйства проработали долгое время. Но я не могу поправить свои гражданские позиции. Есть такое понятие, как партийная дисциплина, партия оппозиционных блоков. Поэтому нет. В общем, если один голос будет против, мы будем сначить. Это буду я, да. Но я думаю, все равно Александр Петрович пройдет. Все равно мы с ним будем работать. Захочет ли он работать с нами, это его проблемы. Я боюсь, чтобы у нас не получилась вот эта вот система работы только ближнего и середина нижнего. То есть, как мы работали 5 лет до этого. Ощущения от итогов выбора? Двоякие. Двоякие. Ну, во-первых, в очередной раз мы видим очень яркую картинку разделения города на 2 лагеря. Хотелось бы со временем этого избежать. И все-таки получить конструктивную такую исполнительную власть. Самую критичную, в первую очередь. И действительно действенную, да. Чтобы горожане наконец-то видели то, что... Ну, чтобы не было лагеря там, что что-то делать, что-то делать. Одни кричат на турист, что они ничего не делали, другие кричат, посмотрите, сколько сделали. Это была такая критика конструктивная. Вы знаете, совконкуренция всегда, всегда она дает позитивные вещи, да. Поэтому я надеюсь, что в такой некой конкуренции город только выиграет. Ну, большинство граждан сейчас, ну, по ощущениям, как бы уверены, что конструктива не будет. Вы сможете доказать обратное? Ну, давайте посмотрим на самом деле. Ну, это вопрос не только вам, а... Ну, я надеюсь, что. Ну, посмотрим, время покажет. Антон, до того, как ты стал депутатом, у тебя было очень много вопросов к людям, которые здесь работали, да. Сейчас ты сюда попал, да. Как ты воспринимаешь свой новый статус и на какую работу ты настроен? Ну, то есть она будет такой же эмоциональной там на сессии? Новый статус воспринимаю вполне себе обычно, как ты сам и сказал, Виктор, что достаточно часто я здесь появлялся и общался абсолютно со всеми, начиная от депутатского корпуса и заканчивая любыми чиновниками любого уровня. Настроен позитивно. Мы услышали позицию новой власти в лице нового городского головы Баранова Валерия Алексеевича по поводу того, что он настроен на позитивную работу. Естественно, мы все это увидим впереди, все вместе. А пока что настрой адекватный. Все вы сегодня увидели, что был избран секретарем совета Свидлов Александр Петрович. Твоё отношение? Моё отношение обычное, ничего я не вижу в этом проблемного. Почему? То есть так решило большинство. Я Александру Петровичу желаю только удачи на его должности. Ну а все вместе, как депутатским корпусом, так и новым исполнительным комитетом, я надеюсь, что мы сможем показать реальные изменения в городе, а не как это было при предыдущем созыве. То есть настроен позитивно и вне зависимости от фамилии и персоналей. Я уверен, что депутатский корпус сможет собрать максимальное количество голосов для адекватных изменений в городе. Это будет достаточно быстро. Хотите, давайте мы определим. Давайте начнем по фракциям. Таким чином на посаду секретаря Бородзянской Минской Рады, выбранник Медла Александровна. Что вы у нас даже не под вот такой камерой, а под вот таким микроскопом. Каждый, кого я назвал в первую очередь. А остальные, кто будет чудить, ничего, найдем способ. Я вам сказал, он бачок есть. Кто не верит, мы даже сейчас подкатим, обкатаем, если захотите. Александр Петрович, выборы очень нервные были, эмоциональные. Очень близкий результат на выборах. Много было там и достаточно сложные отношения были. Сейчас будете работать с Валерием Алексеевичем вместе в тандеме. Возможно ли это конструктивная, компактурная работа? Я думаю, что мы должны работать не в тандеме двух человек, а в тандеме 39 человек. Это 38 человек городского совета и мэр города. Мы поэтому и шли на выборы для того, чтобы развивать город, делать его лучше, учитывать инициативы пожеланий людей. Поэтому вся наша деятельность будет... Я хочу верить в то, что наша совместная деятельность будет направлена только на конструктиву интереса города и его жителей. По первой сессии это было видно, что конструктива и плодотворной работы там удастся добиться? Я бы сказал так, частично. Если первая часть, то есть процедурные вопросы, мы видели о том, что прошли в спокойной, нормальной атмосфере, то концовку сессии вы видели все сами. Каждый сделает свои выводы. Я думаю, на мой взгляд, такая ситуация не красит работу городского совета. В целом, Бердянска, наверное, и Бердянцев. Поэтому я думаю, что у каждой из сторон есть о чем задуматься и сделать соответствующие выводы. Разговор один на один с Виллобаранов был? Да, был. Как оцените? Может, какие-то вопросы, которые там обсуждали? Вы знаете, я думаю, что мы не должны оценивать наши разговоры и слова. Мы должны давать оценку нашим действиям. Поэтому, если наши слова будут совпадать с нашими действиями, значит, разговор был конструктивным и нормальным. А если это всего лишь слова, то время покажет. Должность секретаря как воспринимает? В целом, я не рассматриваю это как должность. Больше это как дополнительная нагрузка к деятельности депутата городского совета. Вообще, ощущения отличаются, когда вы первый раз стали мыслью сейчас? Ну, конечно. Ну, все не так. Ярше сейчас? Или тогда, когда прямом? А что ярче? Мы о чем сейчас говорим? О городе, о людях, об эмоциях? Да, собственно, добились серьезной цели, так? Кто? Вы, персонально. Вы думаете, что это был мой отец? Я, честно говоря, приехал сюда на лето отдыхать в шортах и в тапочках. А потом так сложилась ситуация, что я вот такое решение принял. И я понимаю, что я взвалил на себя огромную ответственность, которая, может быть, была мне не нужна в этой ситуации абсолютно. Но, коль такое решение было принято и мной, и той командой, которая меня в этом убеждала, и той частью населения, которая, мне кажется, этого хотела, то теперь я вынужден в очень активной энергичной работе. Я умею это делать, и я постараюсь работать так, чтобы вы были довольны. Предвыборная сама была такая довольно жесткая, да? Вы сегодня предложили перевернуть эту страницу и дальше работать. Но все равно бердянцы понимают, что у исполнительных законодательных властей бердянских, у них два центра тяжести. Вы с Александром Пономаревым встречались, и если встречались, то какие вопросы обсуждали? Каким там ответом пришли? Мы обсуждали взаимодействие городского совета и исполкома. Я выступал с инициативой встречи, и я предложил работать, поддерживая все хорошее, что мы будем делать и жестоко контролировать исполнительную власть, чтобы она не работала в заявленных рамках. Как вам показалось понимание? Мне кажется, что понимание мы нашли и договорились вот эту стену кирпичика разбирать, вернее, стену из кирпичей разбирать по кирпичику. Ну и предложение Александра Свидла сделать секретарем горсовета, это один из шагов, да? Нет, это предложение было от команды, а у меня сложилась ситуация, я сегодня объяснил, что никто из депутатов меньшинства, так скажем, не согласился на выдвижение, потому что они прекрасно понимали, что они не будут избраны. А я же не буду никого заставить. И мы заходим в юридический тупик, и юристы говорят, что это будет незаконно, и начнется какие-то там тяжбы, рассмотрения, суды. Мне же это не надо. Мне нужно побыстрее сформировать исполком и начать работать, потому что бюджет. Поэтому я вот прямо здесь взяли и принял решение о том, что, коль мы заходим в юридическую коллизию, то я предложу ту кандидатуру, которая большинством будет поддержана, и у них это решение давно созрело. Или что тут плохого? Будем работать мы с Сашей вместе. Как раз о формировании исполкома и команды своих заместителей. Когда можно узнать фамилии и утверждение? Я думаю, что послезавтра мы начнем обсуждение в депутатских комиссиях и фракциях, которые там, где юра нет, а де-факто есть, обсуждение кандидатур, которые я предложу. Но у вас уже они есть, да? Сейчас не озвучите? Я думаю, что не стоит, потому что у меня еще сегодня в настольник, еще завтра будет одна встреча, на которой уже будет окончательно. По поводу директоров коммунальных предприятий, там произошло массовое назначение, переназначение, продвижение контрактов? Я думаю, что это было неправильно сделано, мне кажется, просто неправильно. Ну и ваши действия? Мои действия очень простые. Я сначала буду заниматься бюджетом, а не вот этими разборками. И когда у меня будут заместители, мы будем работать по известной схеме, если хотите, я буду рассказывать, но это будет долго, потому что алгоритмы действия давно прописаны понятен, что нам нужно делать. Если эти даже люди, которых назначили, часть из них может быть достойны и способны выполнять эти функции, пусть себе выполняют. Если они только докажут это своим бизнес-планированием, результатами работы и так далее. Те, которые имеют там черные истории, а там есть такое, значит, будем их увольнять в законном порядке, методом бесед, переговоров, либо другими известными всем нам способами. Но я не собираюсь втягиваться в какие-то интерьеры, мне нужны результаты. Местные выборы в Бердянске для последних лет традиционно уже прошли очень эмоционально, но сегодня, за редкими исключениями, в сессионном зале было достаточно спокойно. В комментариях БРД-24 и мэр, и большинство депутатов нас заверили, что готовы к конструктиву. Посмотрим, как у них это получится. БРД-24, во всяком случае, за этим будет очень внимательно следить. Пока.